В исходном ТРГ толщина пластины какая, которую вы наполняли? Это шумно-исходный ТРГ. А? Шумно-исходный ТРГ. Ну, вот порошок ТРГ, который вы наполняли. Смученный пенографит, да? А? Это порошильный графит, да? Вот, мы определили, вот, 4,70 нанометров. Как? Ну, пересчет. Ну, конечно, у нас же каждый источник, он поклелся пеком, да, значит, утолщился в 10 раз. Нет, 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 это, вот исходный, без всякого пека вы взяли ТРГ, так он, структура его хорошо известна, и рентгеновская и всякая другая. Там толщина пластины какая? А вы, ну, и скажите, сами, вот я вот, я вот, я вот, я пересчитал, зачем считать, это все известно в литературе, он известен вдоль и поперек. Вы композит делали, да, вы в этот ТРГ наполняли расплавленным пеком, так? Распределили пеку по красоте листочков ТРГ. Распределили. Пек каменноугольный по химическому составу, это что? По структуре? Это многопорчатые соединенные. Ну, это же плоские ароматические молекулы вот такого размера, то есть то, что в настоящее время называется полиароматикой, которую, так сказать, графеном изучают. Да, мы говорили там максимум 2000 ТРГ. А совершенно, мне, по крайней мере, непонятно, цель, когда вы смешивали одно с другим, вы чего хотели получить? Мы получили прочный материал. Увеличить прочность, мы получили в результате искусственный графит, искусственный графит получили газонепровенциальный, прочный. Ну, не графит, композит. Это чистый графит с упорядоченным расположением слоев? Искусственный графит получили. Есть конструкционный графит название, конструкционный графит. То есть при давлении, это так, как получают пирографит? Нет, это получают, скажем, АРВ. Вы показывали ту картину, которую вы показывали, там же нет параллельного расположения слоев, там пачечки небольшие, среди всякого вот такого непонятного этого самого структуры. Правда? Да, но опять... Какой же это графит? Посмотрим на снимки. Значит, здесь это графит, вот это вот. Трехмерная структура графита. Вот. И здесь тоже трехмерная структура графита. И здесь трехмерная графита. А когда температура 275 градусов, 275 градусов, то у нас подросли молекулы, немножко подросли, но при коксовании они самопроизвольно образовали глобулы. Глобулы образовали. Какой же это графит? Глобулы. Это композиционный материал? Это композиционный материал. Да, он назвать можно композиционный материал. Какой-то мель, содержащий вот у вас... Деньги графит. Последний вопрос. Вы говорили о графитации. Какая температура? Промышленная пирографитация это 2500, там, мы считаем. Вы делали при этой температуре? Да, обязательно. 2500? Ну, промышленную графитацию просто отправили. А это действительно высокая графитация? Да, тоже высокая температура. Ну, правильно. Если 2500 и при давлении, то это, конечно, пирографит получится. Да. Предлагаю еще раз поговорить. Продолжение следует...